Доброго времени суток, мои приятные молодые люди! С вами, как всегда, Ильдар, и чувствуете, чувствуете это приближающийся запах оливьешки, мандаринов, перегара пьяной подруги. Новый год скоро, ну а как мы знаем, это время чудес, ну или более-менее хорошего настроения, а не ежедневной классической апатии. Очень надеюсь, что она мучается не зря. Естественно, на праздники все мы дарим подарки своим родным и близким, и сейчас я вам расскажу, как на этом неплохо сэкономить. Есть один очень полезный кэшбэк-сервис Копикод. Его функция до невозможности проста, вы делаете какую-нибудь покупку на известном сайте, а сервис вам возвращает часть денег. Это ли не новогоднее чудо? Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно зайти на сайт, зарегистрироваться, выбрать нужный нам магазин, совершить покупку и вуаля, вам начислять кэшбэк на личный счет в системе Копикод.ру, который вы можете вывести любым удобным способом. Также можно использовать расширение для браузера, которое при посещении сайта или магазина напоминает вам о том, что вы можете получить кэшбэк. А с помощью мобильного приложения Копикод вы всегда будете оставаться в курсе всех самых сочных предложений и акций. И сейчас самое интересное, ребята из Копикод проводят конкурс, призом в котором будет поездка в Лапландию со своим любимым видеоблогером, например, со мной. Я, например, очень хотел бы с кем-нибудь из вас там побывать. Естественно, все будет оплачено, и отдых будет максимально комфортный. Условия очень простые. Нужно зарегистрироваться на сайте, до 20 декабря получить кэшбэк от 1 рубля, то есть совершить покупку с помощью Копикод.ру. Всю подробную информацию вы найдете в описании под видео. Надеюсь, мы с вами победим и проверим, настоящая ли борода у этого деда в красной шапке. У меня настоящая. Все, начинаем. Итак, четвертое место в рейтинге худших участниц передачи «Беременов 16» занимает Лера. Ей 15 лет и живет девочка в селе Ивановцы, что под суммами. Ведет она себя соответствующей 15-летней девочке из деревни. Тут я перша красотка на селе. Я обожаю отрываться на нашей дискотеке. Знаете, когда речь заходит про сельскую дискотеку, в голове у меня крутится только одна ситуация. Ты из какого села? Ивановцы, а ты? А я с Кирыкевки. Шо ты тут забыл? Тебе пи***а. Может, по водке сначала? Нет, давай. Сначала друг другу щи разворотим. Мы ж сел, а потом уже по водке. Ну да, согласен. Як-то не по-пацански выходит. Пацан! Пацан! Забил. Ай, свиньям на корм. Пошу тогда. Та ровно в 12 мій бал закінчується. И начинается моя суровая жизнь. Время бачила? Марш спать бегом. Моя мама настоящий генерал в юбке. Не дай бог, что прибью. Вона запросто строит всю семью. И отчима, и нас трех ее дочек. Лера, сколько будет в этой комнате бардак? Везде все разбросано. Доложи, иди убирай. Та один мой шаг, вона проконтролить все-таки не смогла. Подожди, 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 подожди. Мама не проконтролировала, что ты встречаешься с пацаном, и ты от него забеременела? Я почала встречаться с хлопцем. На самом деле, я, естественно, смотрел это видео, но все равно трудно было же не догадаться. Мне вообще кажется, что для деревень и села это обычная ситуация. Пришла на дискотеку, познакомилась с пацаном, поехала, потом на сеновал делами заниматься. Классика в моде при любой погоде. Его, как и меня зовут, Валерка. Ему уже 18, и он из сусіднего села Киритовка. Мы знакомысь так танцовали, то он щипнет, а я щипну, он пихнет, я пихну. Приглашил на медленный танец, и потанцевали. Право, стыдомой не получилось. С ребятами трошки перебрал. Ты чё, сука, пихаешься? Чё распихнёшь, я тебе лицо оторву. А теперь сюда пошла, танцевать будем. Возможно, у меня предвзятое отношение к деревенским дискотекам, но на тех, что был я, примерно всё так и происходило. Да, я бывал в сельских клубах на дискотеках и дрался всего лишь два раза. Городской прошёл крещение у местных пацанов. Бау! Валерка меня так страшно любит, что моим одноклассницам и не снилось. Даже маме пришлось примириться с нашим отношением. Ты с пацаном идёшь на дискотеку, а к тебе подходят разные особи мужского пола и трогают за разные части тела. Какая должна быть реакция у пацана? Лера, кто это такой? Это мой друг. Почему он снимает трусы, ты начинаешь... Так я же говорю, мой друг, всё нормально. Ах, ну если друг, то ладно. Короче, блин, отвали, задрал уже. Да несмотря ни на что, мы уже разум почти два года. И Валера даже уломал меня на взрослые отношения. Друг там начал ему рассказывать, так вот шо ты, я со своей-то почти каждый день, а твоя типа ещё и по лицу выгнешенность спала с тобой. Ну и получилось, короче. Я вот реально не понимаю одного. Ты, совершеннолетний, встречаешься с девочкой 15 лет и предлагаешь ей заняться сексом. Почему в голове не возникает вопрос? Блин, а это нормально спать 15-летняя? Может, у неё поедет крыша, и она заявление в милицию за изнасилование напишет? Ой, простите. Я просто забыл, что действия в деревне происходят, и нам этим сразу после первых месячных заниматься можно. На самом деле, нет, нельзя, не делайте этого серьёзно, не надо. После этого Валерка сказал, что теперь мы всегда будем вместе. Хоть ему и нужно идти в армию, он пообещал, что отмажется и поведет меня в ЗАГС. И я, наконец, стану Валерия Голец. До ЗАГСа от Валеры я так и не дождалась. Мой любимый так и зленяв в армию, когда узнав, что я беременна. Перед вами тот самый случай, когда молодой человек со всей душой, с огромным рвением захотел пойти в армию. Теперь я знаю, что хуже службы в вооружённых силах только нежеланная беременность. По-моему, хуже этого нет ничего, только нежеланная смерть. Хотел пошутить, что такой смерти не бывает, но бывает. А мне нужно было как-то признаться маме. На это я решилась только на четвертом месяце. Если честно сказать, я просто не могу... У меня в голову не вкладывается. Ты мне просто скажи, Лер, как ты могла? У меня есть старшая дочка, 21 год. Но я думала, от старшей. Но я просто не ожидала, что это будет именно Лера. Ой, ну кого ты обманываешь? Ты свою дочку спокойно отпускала на дискотеку, видела, как она одевается, и повторюсь ещё раз, вы живёте в селе! Тут свои правила, своя игра. Спать в луже, быть избитым, трахаться на сеновале – это такое же обычное дело, как в городе увидеть бородатого мужика в майке Гоши Рубчински, попивающего гляссе. Я так понял, что это какое-то устойчивое выражение в регионах Украины. Всунул, плюнул и пошёл. До свидания. Всунув, плюнул, всё. Мне кажется, это выражение больше импотентам подходит. Ну, ну, ну... Но если серьёзно, пацан, естественно, испугался, и первое, что он сделал – просто свалил. Реально начала терять в весе на нервной почве. 15 год, беременна. На той момент у меня перед глазами стояло одне. Что скажут люди? За здоровье дитины я как-то не думала. Знаете, это извечная проблема маленьких населённых пунктов. Всех очень волнует. А что же скажут люди? И у них есть основания. Я знаю это не понаслышке, потому что сам родился в маленьком городе и часто слышал вот такую вот фразу. Эльдар, посмотри, вон Сашка сколько зарабатывает, молодец, какой на трёх работах работает, успешный, красавчик вообще, а ты чё делаешь, вообще непонятно. У меня люди спрашивают, а я не знаю, чё им ответить, а? А ничего, отвечайте не нужно. Какая разница, кто там что говорит? Это моё личное дело. Если там какая-нибудь баба Валя смеётся над тем, что ты мало зарабатываешь, работаешь официантом, уборщиком, стриптизёром, но последнее нормально зарабатывает на самом деле, а её сын успешный программист, то ты можешь смело плюнуть ей в лицо со словами «Тётя Валь, я очень сильно переживаю, вы не умылись с утра, вы мне не безразличны». Я думаю, после такого никаких вопросов, а тем более разговоров точно не будет. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы хотите, чтобы ваша дочка сделала аборт? Да. Она совсем молоденькая девочка. И срок у неё уже большой – 16 недель. Даже до 12 недель аборт очень опасен. И это аборт – это убийство уже живого человека. В матку заходит керетка, это очень острый инструмент. И когда заходила керетка в матку, ребёночек сжимался. Он пытался отодвинуться, он пытался спрятаться от этой керетки. Он боялся, и он понимал, что он погибает. Наташа, вы понимаете, что вы можете погубить две жизни? Жизнь своей дочери и жизнь своего внука или внучки. Ну да, 4 месяца – это уже не просто жижа, а ребёнок, и по сути совершается убийство. Я не отношусь к противникам аборта, это личное дело каждого. Но когда такой большой срок, это действительно опасно, как минимум для матери. Ну, ребёнку тоже, естественно, опасно, он просто умирает и всё. Радует, что мама не совсем отбитая на голову и не заставила дочь делать аборт. После этого Наташа, так зовут мать Леры, решила поговорить с родителем Валеры, ведь они тоже скоро станут бабушкой и дедушкой. И должны принимать, по её мнению, хоть какое-то участие в этом процессе. Оля! Оля, выйдите сюда! Привет! Оля, это не концерт, я просто пришла с тобой побалакать. Вива Лерка сделал моей Лерке дитину и втек от ответственности. А при чем я, Наташа? Я при чем? Ты полезла до них? Ты, как мать, никого не лезла? У меня 4 сына. Я полезла. А кто его дома? Она чувачья ставлялся, а 14 девочки? Он у меня не спал три раза. Спал она ни разу, он и не спал. Ну, он не спал с ней в одній кровати. Я каштую мать, яка до дитини, провела дитину мужика в постель. Коли твоя дитина приходила, в него так червики скручені, пройти полем, в тридцати шо, досний мороз, в дождь. Пока смотрел этот отрывок, у меня голова заболела. Зачем так орать? Если у пацана такая поехавшая мама, то с него вообще взятки гладки. Почему нормально нельзя разрешить ситуацию? Зачем кричать, будто тебя насилуют 8 негров? Темнокожий негр. Тут виноваты обе стороны, что мать Леры, которая не проводила профилактические беседы по поводу отношения с мальчиками, что мать Валеры, которая просто забила болт на своего сына и не принимала практически никакого участия в его жизни. Брехуха. Брехуха. И не будет он с Леркою. Не будет. Добьюсь, что его посадят. За что? За что? Я не проститутка-то. С такими человеками было? Брехуха. Не забрехуйте. Сейчас надо думать, что подойдет. Не забрехуйтесь. Буклянусь, а ты весь на колене стою. Да ставай, и лобом еще. И лобом. А он говорит, что беременную таскает, как вся актерка. А я ее должен теперь забирать. Я докажу тебе, что твой сын не такой, как ты думаешь про него. Я тебе докажу, что дитину Лерко носит его. Докажи. Я ДНК просто ради приличия сделаю. Докажу, что моя дитина честная и не такая, как ты с ней делаешь. А вам будет. Вот тут позор на все золото. Как вы поняли, основная проблема села в том, что все вокруг друг друга знают и будут обсуждать о том, а спала ли Лерка с Валеркой? А спала ли Лерка сколько? А может быть с Ванькой? Ох, как интересно в деревне жить. Знаете, из этого можно крутой сериал сделать. Лера любила молодого человека, но он ее предал и ушел в армию. Девушка осталась беременной и не знала, что делать. Кто же все-таки отец? Валера или кто-то другой? Мать решает засудить парня. А тут позор на все золото дроблю. А найдут ли они компромисс, или Валера будет отбывать срок в тюрьме за изнасилование? Где, скорее всего, его тоже будут насиловать. В этом году. Любовь или предательство? Ребенок или смерть? Петух или пацан? Скоро на ваших экранах. Потом я рассказала маме про той день, когда Валерка вообще уже оборзел. И мы посорились окончательно. Был случай, что там с другом отжигали, танцевали, веселились. Дядя, друзья, иди Валера. Она мне пряменько текстом. Мать, у кого мы поле сюда все идут. Ах, ты козел. Мама, я хочу, чтобы было такое, как она подошла до моего друга. Целала на его губы. Сука. Я дав ей ляпаться, развернулся и ушел. Вот тогда у меня выникло сомнение. Сказал, это не моя дитина, ты и нагуляла. Это теперь так называется. Там с другом на дискотеке потягались, повеселились, потанцевали, поцеловались. А что там взять, это ж друг-то. Теперь я понимаю, откуда у пацана сомнение, абсолютно оправданная реакция. В общем, все в селе начали считать Леру шлюхой. Ей это, естественно, было не особо приятно, поэтому она с мамой села на поезд и поехала в часть говорить с Валерой. Чтобы он подтвердил свое отцовство, но тот ни в какую не хотел. Потом наступил день родов и у Леры появился на свет сын Олег. Тетя Наташа сразу решила позвонить Валере и дать ему послушать, как плачет сын. Тот сделал вид, что ему все равно, но на самом деле даже немного всплакнул. Кстати, оказалось, что Лера довольно неплохая мама и отлично справлялась со своими обязанностями. За это все время она успела несколько раз помириться с Валерой, потом опять поругаться. В общем, Наташе это все надоело и она решила взять ситуацию в свои руки. Я говорю, я тебе обещаю, прийдешь, мы с тобой решим по-другому. На дембеле, как прийду, так и решим. Дорогой мой, на дембеле ты будешь на зоне, я тебе обещаю. Так *** она меня просила, ***, подела за кем-ать. Слухай сюда. Я виноватый, ***, я виноватый, что я гуляну, ***, она мне не надо. То есть ты до меня не прийдешь? Нет. Теперь слушай меня, дорогой мой. В понедельник я поеду писать заявление на тебя за изнасилование. Я тебе отец твоя мординя квадратная розтовчу. Слухай, ***, ***, хорошо? Моя тетя пенелопнула. Какая-то чужая женщина будет звонить меня оскорблять. Я не выдержу, я понизна найти шлюха и проститутка, что-то подобное. Гнида, какая-то тварь, перед которой ты раздвинула ноги, и меня будет гнидой обзывать. Скажи спасибо, что его не было рядом, он тебе с головы в грудь не прописал. Блин, ну реально ж классный момент из прошлой серии. На что рассчитывала Наташа? Они там в своей деревне вообще общаться не умеют. Вот как вкратце их диалог выглядел. Мразь, приезжай сюда или тебе пи... Пошла нахуй. В общем, у Наташи окончательно бомбанула, и она поехала добиваться справедливости к родителям Валеры. Ты скотина недоразвит, а выйди сюда. Все люди повыходят. Мне наступило то, что все говорят, что Лерка шлюха. Если бы приехала до тебя, я бы такого не сказала. Да что ты, Оля, ты до меня вообще не звонила приезжать. А что я до тебя приеду? А что ты, чтобы ты до меня не приезжаешь? Я стояла с малыми, батьком Валерем великом. Чуть ли на меня почти не наехал. Кину велик, иначе я бил на всех пить. Лишний раз убедился, какие бывают отбитые люди, и как им важно чужое мнение. Сельская местность любит драму, хотя с другой стороны, чем им еще заниматься? Покопал картошку, козу подоил, послушал, как Лерка трахается с пацанами, вечером бахнул самогонки и пошел спать. Не жизнь, а сказка. Прикрути ей рот, пожалуйста, прикрути ей рот, прикрути ей рот, прикрути ей рот, бо я ее удушу, я тебе клянусь, скотина, блять. Ненормально. Убери ее, Валерка, убери ее. Задушишься, все добавляй. Добавляйся. В общем, эта мелодрама закончилась тем, что Валера пришел из армии и решил помириться с Лерой. Сразу сложилось впечатление, что он больше боится тюрьмы, нежели хочет наладить отношения с девушкой. С каким заявлением? Про разбежение. Понятно. Ты хочешь узнать, писать мою на тебе заяву? Да. С вступлением в полусвязь неповнолетних? Нет. Живи. Но ты можешь быть у меня на крючке. За 4 года, в любой момент. Но дальше он постоянно проводил время с ребенком и вроде как неплохо стал относиться к самой Лере. По итогу Наташа настояла на том, чтобы был проведен тест ДНК. И он доказал практически стопроцентное отцовство Валеры. В этот раз я решил послушать ваши выводы. Мне очень нравится читать ваши комментарии, так что обязательно их пишите. И как всегда, лучшие я выведу в топ. Кстати, обязательно посмотрите мое последнее видео. Это влог. Такого формата на канале практически больше не будет. Он один из последних, так что, чтобы быть в теме, обязательно его посмотри. Спасибо большое за то, что сейчас вот уже поставите вот сейчас палец вверх этому видео. За то, что подписались на канал вот прямо сейчас. А с вами был, как всегда, Ильдар. Всем пока. Никакого, никакого участия, никакого участия Николай Соболев. Николай Соболев, Николай Соболев, Николай Соболев. Никакого участия Николай Соболев. Идеально.